Борьба с преступностью продолжается. Итоги работы подвели на коллегии УМВД. В 2017-м в регионе совершено около 16 тысяч правонарушений. Зафиксирован рост на 10%. Больше стало краж и особо тяжких преступлений. Прогресс в уменьшении числа пьяных ЧП и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Злоумышленники прочно обосновались в интернете. Воруют с карточек, проводят различные махинации. В социальных сетях бушуют экстремисты. В 2017-м году нами выявлено 7 преступлений экстремистской направленности, из которых 6 за массовое распространение экстремистских материалов в сети интернет. С участием возрастающего влияния интернета на процессы эскалации экстремистских проявлений, управлением приняты меры по фильтрации информации на сайтах и социальных сетях. В практическую деятельность внедрена и используется программа мониторинга социальных сетей, позволяющая осуществлять поиск экстремистского контента на интернет-ресурсах. Роскомнадзор за прошлый год заблокировал 20 страниц в сети ВКонтакте, на которых была замечена экстремистская активность. Бороться с крамолой такого рода велел и новый глава региона. Перед полицейскими он поставил ряд задач. Хотел обратить внимание на приоритетные задачи. Прежде всего, вы это знаете, это обеспечение безопасности граждан общественного порядка, сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах, продолжение борьбы с организованной преступностью. Важнейшая задача – это противодействие экстремизму. Мы с вами видим, что происходит. Действительно, эта задача не сходит с повестки дня. Велел Станислав Воскресенский на борьбу с преступностью привлекать общественность. Генерал Лузин отчитался – добровольные дружины растут, как грибы после дождя. Ряды 20 вновь созданных народных дружин пополнили 137 жителей городов и сельских поселений. Всего в области действует 55 общественных объединений различного статуса общей численностью 405 человек. За год ими принято участие в более чем 700 профилактических и массовых мероприятиях. Выявлено почти 900 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 327 экономических преступлений – почти на 50 миллионов рублей. Возрастло количества уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования прокурорами и судами. Продолжаются нарушения уголовно-процессуального законодательства по соблюдению сроков расследования уголовных дел. Удельный вес дел, оконченных следователем сроки свыше двух месяцев, составил более 30%. В подразделениях дознания число, оконченных производством уголовных дел, сократилось на 16,3%. Есть и повод для гордости. Ивановская область входит в десятку регионов из 85, в которых граждане наиболее доверяют полицейскому ведомству. Доверие нужно оправдывать, особенно сейчас, в предвыборный период. Офицеры прогнозируют всплеск протестной активности, экстремизма и незаконных публичных акций. Нужно быть готовыми. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.